Результат будем гнать 10 кубовую. Вообще снимать не надо. Будем гнать 10 кубовую. Сколько куб? 163 гривен. А вы клиент? Где вы находитесь? За городом. А сколько к вам ехать? Я никогда не мерил. Метров 400 от города. Ну мы будем думать. Звонит сегодня утром. А вам на когда нужна машина? Сейчас. Машины нет. Сегодня звонят утром. Мы в диспетчерской решаем какую вам машину отправить. Я говорю, какую отправляйте. А сколько у вас шланг надо длина? Я говорю, ребята. Никогда не мерил. Ни шланга, ни еще. Ну вам надо метров 10 шланга. Ну это тоже дополнительная цена. Я говорю, мы с вами договор будем заключать. Какой договор? Где ваши обязанности и мои права? Ну да, если мешок мусора отставить можно, чтобы недельку подождать. Чтобы раз в неделю выезжаю по улице, забираю мусор. Я в саразе за наш мешок мусора за грязь поставил. Приехала в лохотворье машина. А сегодня было пол. Завтра открываю, они пол. И мне срочно надо. Я не могу неделю ждать. Потому что вчера, к примеру, была машина. А прийде лето, водичка немножко испаряется. То и на даче, то и на море, то и на Днепре. А договор заключенный. Машина должна приехать. А мы люди принимали чего. Тоже что-то, лохотром называется. Если так уже пришло. Платим за то, что мы за что-то платим. Ничего вообще не молчат. Я пыталась звонить в Москалику. Департамент ЖКП. Но не берут трубы. Моя клиентка позвонила в Комунтранс. Нашла в интернете телефон. Взяла женщину трубку. Я вам сейчас дам стационарный номер телефона. Говорит, женщина подожди. Это прошлый век. Что осталось стационарный телефон? Во всех мобилках. Мобилка должна быть. Я вам ничего помочь не могу. Невдалее к мобильному. Вчера службу мера. Службу мера я дозвонил за четвертого раза. Это службу записи? 1563. Да, это горячая линия. Их там пять человек сидит. Не знаю, что так долго. Я только звоню. Я мигал. Я знаю, кто и звонит, и фамилия, и кто. И все уже знает. Я звоню. Ну, как-то так. Так, какое предложение? Ну, как говорится. Ну, как говорится. Повышите. Немаш автоматик. Повышите. 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 Ну, как-то так. А что они по поводу договора кажут? С ними договор закричать? Как они будут проезжать? Тоже. Они ничего не ответили. Мы вам привезем, вы его подпишите. Ну, вот и так. Ну, вот и так. Ну, вот машину будут присылать диски кубовые. У меня шесть кубов. За четыре кубов? Я заплачу за то, что они пригнали машину. Такая машина должна прийти. Их машина должна прийти со счетчиком. Здесь ротопошли. Вся машина на чопоках. Она пять восемьсот только возьмет. И все машина на чопоках забыта. Она гнила полностью. Так что гнила? А что вот она сливается по компьютеру? Да. Приезжает полностью и застанут. Сейчас забыть пять восемьсот. Ты не вытащи, я тебе яму. Ты не вытащи. Я понимаю. Я же знаю свою яму. Я знаю свою яму. У меня глубокая яма. Ну, пів метра метр и все на тос не роби. Ничего не дает. Ты не хвистить, пищить все заходит. Ну что, ну, давайте дождусь. Приедете, посмотрим. Замите, блядь. Там весь дверь будет вгонем, тебе не забывайте. Ну, то как будет, так и КТП будет убирать. Я до одного своего клиента захожу. Человеку состоять иди. Свий магазин вся хигня. Захожу. Так и так. Говорю Андрюха, говорю. Жопа. Будет там утрам встречать. Там утрам встречаю. Говорю, вот такая-така цена. А что я говорю? Я говорю, сейчас, я такие гроши платить не буду. Говорю, я кину моторчик. Говорю, я выкачаю моторчик. Это человек, который свой магазин, свои там еще дела, на хорошей машине ездит на легковой. И он такие сказки рассказывает. Причем. Это не сказки, это реально будет. 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 Нет. С чего начинается, откуда рыба с чего портится с головы. Так вот это и он. Он в состоянии заплатить, не бабушка, а в состоянии заплатить эти бабки. Но он уже сказал, что он где моторчиком скачивает. Уже. Уже начали. Я вчера одного не смогу сфотографировать. Проезжаю. Шланганожить на дороге. Блядь. Льется вода. Со двора. Я пока круг ватонул. Ну, мы побачили. Я в него когда-то скачал. Я круг ватонул. Блядь. Телефон, ну, сейчас сделаю фотографию в верею. И сумма. И сумма. Главная сумма. И что там? Квитанцию? Нет. Мастер ездит. Сейчас. Не приедет сегодня здорово. А то газончик покупает. Он может приедет и все. КАМАЗ выехал. Ну, видишь, колесо отпало. Что-то. Что-то. Чтобы выехать там надо. Все колеса. КАМАЗа нет. Сказали, две машины только есть. Три и тяги. Три и тяги. Ну, вот этот КАМАЗ. Если куполый. Вот документы. А здесь не куполый КАМАЗ. Мне туда не приедет вообще. Нет. Я вам объясняю. С утра все так будет, всем объяснить надо. Добрый день. Я не могу ничего делать. Понимаешь? Все клиенты звонят, я им объясняю. Район весь звонит. Он говорит, а что району делать? Я говорю, не так. Надо группу всего по человеку идти в мэрию. Не просто так, а идти в мерию, записываться на прием к меру или к его заму, официально, подготовить письмо, что там есть? Не, ну а что надо делать? У нас всех кого не пустят, правильно? Ну 5-6 человек собираются, идти в мерию, записаться на прием. А что не звоним в 1-1, хай приезжают сюда, хай едут по городу, хай смотрят как яму. Надо в Интер звонить, не в 1-1. Как яму выливают? Надо оппозиционные каналы, Интер, какие еще каналы? К барабану хай все. Сейчас и Порошенко будет. Кто приедет, кто приедет, 1-1 может и не приехать, а кто может приедет? А вон папина паста, там же ж яма. Моя права проводить стильки державных стадий. Ну в этот самый кафе в центре города, в парк. Вчера побегла, они звонили, я им туда взял и поеду. Ну вот, да, парк весь, тут они же все стояли. Там же парк и все плывет. Там караси будут завтра сегодня. А чем они выкроются? Мы вам верим, ну так аж мы 2 недели их повыкомим, а потом? Не, уже не 2 недели. Сегодня-завтра уже закроется нам слив. Уже сказали, нам закроется. А кто сказал? Клиент? Да, клиент. Ну как клиент сказал? Да. Ну я же говорю, атошники звонили те, что не буду говорить, которые только приехали. Они же тоже все в шоке там. У них там тоже, они пооткрывали свои предприятия, которые я качаю. Я им объяснил, что я... В Щемиловка вон сейчас уже бабушки кричат. Ну а Реевка какая? Реевка тоже самая. Она вся внизу там. Реевка? Ну я же рядом с Реевкой живу. Ну вот. А сколько их вам километров ехать? Спрашивают. Я говорю, 400 метров от границы Кременчуга. А это же надо посчитать. Это именно Коммунхоз? Да, Коммунтранс. Я звонил сегодня. Ну так как они, ну понятно. Но они пока посчитают две недели. Ну то есть, ведрами побегайте куда-то, почерпайте и подождите нас. У нас люди, ну бывает... Я буду ставить канистры и везти-то так в мэрии. Ну так, наверное, сейчас все будут бутылочки пластиковые не выбрасывать, а писать сюда. Ну остается так. У меня двое детей. Да понятно, мы вас знаем. Мне 17 лет качаю. Я уже всех по голосу даже знаю. Я не записываю, но я туда звонят их по голосу. Мне сказали неизвестно когда. Неизвестно когда. Назвать и не дату. Не дату, ничего. Когда вам удобно, говорю. Звоните за час, я приезжаю. Смирон, говори. На паренье. Позвали, ребятки. Мы вчера были. У нас просто у некоторых людей прозевал. Просит, пожалуйста. Ну сейчас весна. Такой нюня вода. Сейчас весна. Сейчас весна. Сейчас вода вся поднимается. Отдайте. Останется с семьей, блин, на улице. Вся вода поднимается. Ну бывает катастрофа там. То ли забилась труба, то ли это. Мы кричали в мире, что он весь догонит. Ну Кременчук это очень большое. Район весь утнул. Терешковка. Депутаты оттуда звонят в Терешковке. А шо? Ну так а шо? У вас же есть там, ну давайте. Вот дали телефон. Женщина перезвонила. А как? Куда? Та я говорю, вы же там главное в районе. Давай. Обращайтесь. Ну вот КТП. Две машины есть. Сколько вам дата? Я говорю, у меня шесть кубов у нас. У нас десять и три. Десять у них там, она говном все забита. Это десять. Ну, я рассказываю, что мне говорят. Да, да. Десять кубов. Две шесть кубов вы выкачиваете. За четыре куба я плачу вам. За шо? За то, что вы мне кофе привезете. Чашечку, да? Да нет. Да как-то все. Что с ним делать? Я понимаю, что надо. Три семьи надо им работать. Не, вообще непонятно. А антимонопольные? Ну а вот как антимонопольные. А что антимонопольные вообще говорить? Ну пока ничего. Все молчат. В ожидании чуда. Чего? Все думают, что оно все так само куда-то в землю и уйдет и все туалеты поисчезают. А люди все достали богатыми и начнут платить такие. Ну, я не знаю. Бабушка за три куба в состоянии заплатить тысячу гривен? Да я у меня бывать я приезжаю, а вот просто бабушка звонит. Вот дом у них там двухэтажечка. Она говорит, собрала, а половина не живет. Там три-четыре человека без нами. Они просто молодежь. Вы все закупили? Да. Вот тут? Не вся закупила. Мы звук по укладу не говорили. Не гучка, Светлана? Да, это информация уже личная. Так смотрите, мы три дня назад были. А на что закупили? Горисполком. А на что закупили? Это разве государственные бюджетные средства? Нам что сказали? Посчитают губы и там не пропало. А на самом деле фирма три месяца существует уже. Ну да. Она просто на территории КТПХ. Условно. Ну да. Они постарендовали они. Так а что нам тогда не сказали? Что нам не сказали? Мэр ей вот. А вон стоит и усар сдвигает плечи. Ну это потому что ну а с одного кабинета все с закрытого вышли. Что они не сказали? Они все у них там уже. Да. Они притягались. Что сказать? 80 гривен на тонну умножить на 800 тысяч. И они посчитали они заработают 64 миллиона на людей. Ну это сверху накинули. То есть в Кременчуге 64 миллиона им еще накинули. А они будут ну три семьи я говорю на весь Кременчуг. Остальные все. Ну все равно куда? Ну а куда вот? КТП. Молодые сейчас дома семьи бросят, да? У меня трое детей, внуки. Я сейчас вот это поеду где-то в Польшу работать. Не ну если есть там занимаюсь еще чем-то. Ну это ж там. Это мое. Я им занимался все же. И они до всего долезли. Ну да потихоньку. Так долезли уже до всего. В дворе он киоски были уже позакрывали. В дворе были шиномонтажки маленькие. Все позакрывали. Все повольняют там остается. Ремонты, кто маленький робил во дворах, все позакрывали. То есть сейчас оттуда людей тоже все вышло. Битум под себя забрали. Он на деситы уже давно. Все битумовозы все наши тоже ушли. Уже все вот так во дворе все. Становится, становится. Сейчас еще осенизаторы станут. Сколько осенизаторов много? Я две выпускал. У меня только их пять штук. А их 50 вообще. В водоканале 50 машин. Зарегистрованы. 50 машин, да? Да. А сколько они в состоянии теперь с этими тремя машинами обеспечить? Нет. Можете быть 300, а может быть 1000. Как делаем, делаем все до упалки. На другой день нет заказов. Одни-двои привезли, поехали на душе. Вот эти заказы у нас обирали на три дня хотя бы. Ну а сейчас выходные дожди. Вода будет где? Там. Что походу? Да грунтовые воды уже дали. И давит капитально. Вода поднимается. Поворот все в полосу. Все в яму. Ну я считаю, надо начинать. У меня на банке 4 ямы. Дождь, два дня. Все в яму. Четыре, пять, шесть машин у нас. Все, заливает оно со всех щелей. Двори у всех вот так придуманы. Кому-то меньше. Ну я в яму на банкулю сделаю. У всех ямах. Хорошо я в кого выше, а в соседа лиже через дорогу. Вот я попал, у меня нельзя. Пять ямах, четыре. Вот ты повезло. Ну хорошо, что есть твоя машина. А там я поверил. Что вам робить? Что вам робить?